всем привет михаил марков трэшбокс ру необычный ракурс дело в том что я сижу в ниве это него legend то есть прям вот максимально классическое него на самом деле про него уже сняли рассказали все про гонки про историю любой контент есть я решил зайти с другой стороны смотрите за моей спиной самая современная него называется она сейчас legend данная версия еще и urban black на весьма емкое название но сегодня у нас кадре не только она сегодня с нами еще и дедушка вы можете справедливо заметить что сравнивать версию urban с ее дедушкой не самое интересное потому что еще версия classic намного более похоже на своего прародителя но идея такая у меня мы показываем самое лучшее что сегодня может предложить вот это вот старый кузов и посмотрим чем отличается от дедушки передок как вы видите особо в стиле не поменялся основные изменения это решетка и логотип старый мне намного больше нравится он более стильный но прикольно что рисунок вообще весь остался тем же вот эти вот горизонтальные брови круглые фары я сначала думал что там даже рисунок одинаковые решил поразглядывать внимательней есть супер люкс опция это омыватели фар конечно же него их потом лишилась и хромированная обводочка а бампер передний на ниве classic примерно такой же из милых элементов на дедушке есть вот такая вот антенка для радио который сейчас уже ничего не ловит потому что здесь у кого она новый не вентинка вон сверху следующее крупное отличие которое сразу бросается на самом деле глаза это разница в боковых зеркалах надо отдать должное него legend имеет очень хорошую обзорность ну благодаря вот этим узким стойкам и вот этим крупным зеркалам такие бы не помешало ставить на некоторые иномарки а вот на 21 21 зеркала прям очень крохотные но зато их хотя бы два по бокам а то ведь на некоторых жигулях было всего одно только левая продолжая рассказ про него не могу не сказать про милые нотки ностальгии данном случае это ручки точно такие же стоят на ними legend только черные итальянские мотивы еще одна милая преемственность здесь рисунок даже не поменялся это боковые поворотники еще один милый момент это вот эти штампованные диски нашей версии него legend стоят матовые черные диски но у версии classic рисунок такой же время рассказать про боковины на самом деле вы штамповки почти не поменялись почти заключается в том что у актуальной версии нету бокового катафота а старой версии под катафот есть небольшая выемка в штамповке но в остальном боковины вообще не изменились а еще здесь есть пластиковая накладка на высоховоды который отсутствует у дедушки вот вы скажете мы убрали этот катафот и бог с ним но вы представляете это на самом деле пассивная система безопасности то есть вот вы особенно поздно вечером ну то есть в сумерках сдаете назад ничего не видите а чужие пары то высветят катафот и не врежется в вас возможно вы знаете что у лады жигулей всегда были прикольные названия то как их красили вот это него это голубая адриатика него современная продолжает традицию это снежная королева эксперт конечно сразу заметит изменения подкапотном пространстве на плечевое отличие это двигатель 17 вместо 16 у дедушки также здесь 5 передач они 4 то есть на трассе уже более-менее комфортно можно ехать ну и нету здорового классического воздушного фильтра а вот домкратик тот же самый конечно же на автовазе подумали и про наш комфорт добавили шумоизоляцию а еще здесь есть резиновые уплотнители чтобы вот уголки не портились залезая под капот него 2121 сразу обращаешь внимание что здесь больше места шумки никакой нет движок 164 передачи но самое интересное что вот например конструкция воздуховода не поменялась движок 16 не сильно разница по мощностью от своего собрата в 1 7 литра так что как говорится параметрами можно пренебречь а еще в запаску которая до лежит под капотом можно положить но не знаю тазик картошки самые кардинальные отличия у него сзади сперва расскажу про 2121 здесь есть стильные элементы но во-первых него 1600 говорит нам об объеме двигателя а еще вот эта вот стильная ручка багажника кстати здесь открывается все просто кнопочкой есть газовые упоры югославские ну багажник простецкий кинул все что нужно и поехал шторок ничего такого нету задние лампы от вас 2106 она же шаха народе и никаких очистителей и обогрева у заднего стекла нет рестайлинг нивы обрел вертикальные фары вы можете сказать ну она потеряла стиль до стиль потерян но здесь появился нюанс ручка открытия багажника теперь в салоне и это тросик то есть реально надо каждый раз идти в салон зато теперь грузить что-либо в него стало удобней потому что нету бортика и пол почти в ровень с проемом есть шторка никак она не фиксируется только вот вручную поднимать ну или вытащить ее появился стеклоочиститель и обогрев а вот лючок омывайки прячется в багажнике ну так же и на ниве travel че газовые упоры здесь я не знаю но дверь такая же дикая ее прям надо придерживать вы наверняка слышали эту историю о том что некоторое время бренд него принадлежал general motors и была такая машина как шевроле него параллельно с этим lada выпускала вот этот автомобиль и он назывался lada 4 на 4 сейчас есть небольшая путаница потому что в некоторых местах этот автомобиль до сих пор подписывается как лада 4 на 4 значит что мы имеем по названию lada niva legend 4 на 4 urban black пришло время рассказать про внутреннее убранство и на самом деле как и с наружкой внутри здесь дедушка niva дает стиля приборы от вас 2106 это прямо они они братья или сестры очень тонкий по нынешним меркам руль просто но неприлично тонкий я бы сказал рычажки вы будете смеяться не поменялись ну то есть чуть-чуть форма изменилась но вот этот тонкость все то же самое сейчас про эргономику ну наверное самое странное для сегодняшнего пользователя это не то что тут все вот на кнопках вы же привыкли уже к сенсорам на самое странное здесь это аварийка я надо не нажимать ее надо вытягивать и слышите как работает ролевшечка также вот разъем прикуривателя в него можно ставить зарядку и заряжать свой iphone повесив сюда пожалуйста если что в новой ниве ничего не поменялось там также кстати некуда класть телефон огромная полка иначе это не назовешь с тремя ручками собственно эта ручка кпп эта ручка дифференциала и ручка раздатки тоже ничего не поменялось и по-прежнему по-прежнему чтобы переключаться надо тянуться так все кто сидел или ездил в жигулях в детстве в юности в общем вы знаете этот перфорированный потолок я бы сказал что это чуть ли не визитная карточка а еще мне очень нравится что здесь в салоне виден цвет автомобиля то есть он прям переходит снаружи внутрь сейчас так уже не делают на удивление а может быть и не на удивление но здесь комфортно сидеть посадка такая чисто я дома на диване перед телевизором меня вот ноль дискомфорта вы возможно помните что на многих старых автомобилей нет подголовников как такая базовая система безопасности чтобы шея назад не отлетала здесь они есть видите в сложенном виде они очень маленькие но их можно поднять и в общем то все нормально можно ехать спокойно а еще здесь есть ремни но они старой системы здесь нет никаких преднатяжителей еще один атрибут старой техники это пепельницы да раньше люди спокойно окурили в автомобилях и даже кстати в самолетах в ранних моделях боинга 737 есть пепельницы гиви пепельницы 3 вот здесь и у пассажиров каждая личная собственно в новой ниве пепельниц 0 а на месте одной из них прячется ручка открытия багажника как она туда попала я не понимаю есть в ниве и аудио подготовка не смейтесь здесь есть радио сегодня на него к сожалению ничего поймать нельзя потому что он работает на старых частотах это у кого еще что хотелось бы добавить под конец это то что здесь как будто больше места я не знаю почему но в новой ниве я чувствую тесьме возможно вопрос в креслах здесь они более компактным а еще вот этот кожа советских коров или не коров или не кожи но выглядит дороже что же самое интересное естественно прокатиться наконец-то на этой ниве кстати здесь же карбюратор поэтому здесь есть подсос и прочие атрибуты машины с прошлого а Продолжение следует... Пересаживаясь из классической Нивы в новую, ты понимаешь, что вроде бы здесь добавили комфорта. С другой стороны, всё по-старому. Я смотрю по сторонам сейчас и понимаю, что в основном места, по крайней мере визуально, да и физически, жирают именно вот эти кресла. Да, они современные, да, они на самом деле покомфортнее, они более упругие, в них не так проваливаешься, они тканевые, в них не так потеешь, но они здоровые. Появилась какая-никакая боковая поддержка. У Нивы очень много наследственных штуковин внутри, это руль от поздней 2106, да-да. Родственное наследство, назовём это так. Конечно же, панель изменилась полностью. К счастью, здесь всё кнопочное. Здесь теперь много вариантов обдувы, есть даже обдув на стекло. Блок управления фар теперь крутилочкой. Кстати, ключ также слева, хотя справа есть заглушечка. Из нововведений и прямо-прям суперкомфорта здесь есть кондей. Правда, когда стоишь в пробке летом, его мощности или мощности двигателя не особо хватает проверенным. Всё самое нужное, есть омыватель сзади, кнопка, кстати, заднего дворника почему-то вот здесь находятся, а не на рычажке. Самое необычное, наверное, это то, что здесь целых два разъёма прикуривателя. Но самое интересное, это вот этот центральный блок, полка, как я её назвал. Она почти не поменялась. Всё так же дифференциал, раздатка и ручка. Теперь пять передач. Появились новые элементы, но некоторые исчезли по сравнению с Нивой 90-х. Здесь стояла пепельница, но мы же сейчас не курим, она исчезла. Здесь подстаканники не очень глубокие. Мне, честно говоря, немного стрёмно им пользоваться, особенно учитывая прыгучесть Нивы. Подогрев кресел передних. Электрозеркала боковые. Собственно, блок их управления. И электростеклоподъёмники. Да, друзья. Нива получила максимум комфорта. Все достижения человечества, которые можно придумать. Электроприводы, кондей, всё здесь. Ну, а если вам захочется разместить где-нибудь ваш смартфон, берёте любую крепёжку, крепите и наслаждаетесь. Кстати, ещё отмечу, что здесь гидроусилитель руля. Из-за этого руль очень лёгкий. Я бы даже сказал, немного некомфортный. Именно из-за того, что он прям супер пустой. И когда едешь, особенно по трассе, а база короткая, машина прям гуляет. Если в целом салон потерял свой шарм и стал таким пластиковым, простым, безликим, будем честны, но какой-то шарм ещё в нём теплится, то вот больше всего стиля потеряла, конечно, приборка. Но есть борткомпьютер, кстати, который показывает расход топлива около 10 литров. Такого нет даже в Ниве Тревел. Время прокатиться на этой Ниве, и здесь никаких сложностей нет. Как нет, правда, и кнопки. КОНЕЦ ? КОНЕЦ 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 колос Друзья, у нас не сравнительный тест, поэтому никаких особо качественных оценок от меня сегодня не ждите. Да, я признаюсь, что прогресс не стоит на месте. Ну, конечно, разница в машинах почти 40 лет. Представляете, 40 лет этот автомобиль все еще на конвейере. Тут можно дискутировать на тему, классно или это очень плохо. Я бы сказал, что здорово. Мне лично нравится, что до сих пор можно купить простой аналоговый автомобиль, в котором минимум, минимум всяких наворотов. Тут есть кондей и полный привод постоянный. Что еще от Нивы хотеть? Как я уже говорил, старая Нива 2121 дает стиля во всем. В салоне, в экстерьере. Вот действительно, тут просто, к сожалению, к сожалению, не к чести, Urban Neve Legend будет сказано. Увы, она не обладает такой должной харизмой. Признаюсь, на дедушке ездить сложнее. Моторчик более дохлый, он иначе совсем тянет, хотя в параметрах разница небольшая. Здесь будет странно звучать, но лучше подхват. Что хочется сказать в заключении. Если вам очень хочется поездить на Ниве именно как атрибуте и стиле, это вот старой версии 2121. Ее можно найти поддержанной. Если очень хорошо поискать, можно найти, наверное, и более-менее живую. В современной Ниве, конечно, философия будет совсем иная. У нее совсем другой клиент, и этот автомобиль не будет покупать ради стиля. Ну и не стоит забывать, она неплохо справляется с недорожьем. И различными модификациями можно побаловать и машинку, и себя. Выражаю благодарность сервису штурманной фермы 56 за предоставленную красотку на тест. И хочу попрощаться. С вами был Трэшбокс.ру, Михаил Марков. Пишите комментарии, рассказывайте свои истории про Ниву. И ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...